Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. За системой теплоснабжения Сочи вводят муниципальный контроль. Такое решение сегодня одобрили депутаты городского собрания. Будучее регионального радио обсудили в Сочи. На курорте состоялась ежегодная конференция Российской Академии Радио. Ярмарка на Мацесте готовится к переезду. Об этом стало известно во время визитов в микрорайон главы курорта. Сочинскому ОМОНу 27 лет. День рождения отряда отметили показательными выступлениями для гостей. Обменялись опытом и восхитились в Сочи. В Краснодарский край прибыла официальная делегация из Китая. Заместителя секретаря Госсовета Республики и китайского посла в Россию встретил губернатор Краснодарского края. Вместе с Вениамином Кондратьевым гости из Поднебесной отправились в горный курорт Роза Хутор. Большое впечатление на них произвел культурно-этнографический центр «Моя Россия», где под открытым небом представлены здания, построенные в различных архитектурных направлениях. Также гостям показали традиционный быт и культуру многочисленных народностей, проживающих в нашей стране. В кубанском доме Вениамин Кондратьев рассказал, чем славится Южный регион. Кубань традиционно считается жительницей страны, здравницей нашей России. Ну и естественно здесь представлено то, что является гордостью Кубани. Это продукты, экологически чистые продукты, питание, которые славятся, конечно, на всю страну. Очень высокая культура земледелия, очень высокого качества почвы. Естественно, пшеница, которая собирается на Кубани, является гордостью и Кубани, и России. Кроме этого, китайская делегация посмотрела горную Олимпийскую деревню. Наследие зимних игр привлекает множество туристов. Вениамин Кондратьев также предложил иностранным гостям подняться на высоту 2320 метров. Погода наверху оказалась пасмурной и дождливой, но это не испортило впечатлений от увиденного. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил, как исполняются его поручения. Сегодня в Краснодаре он провел традиционный час контроля. С начала года в администрацию поступило 39 тысяч обращений жителей Кубани. Выяснилось, что некоторые вопросы не решаются годами. В антирейтинг вошли Гулькевичский, Лобинский, Темрюкский районы и город Краснодар. Вениамин Кондратьев отмечает, что главы муниципалитетов должны первыми узнавать о проблемах жителей и не заниматься отфутболиванием их вопросов. Мы отвечаем на жалобы, даже не выезжая порой на место. Там, где в муниципалитете легко доедь, посмотри и определись. На место никто не выезжает. Но ответ идет на два листа. Коллеги, ну это же чистая отписка. Невозможно управлять муниципалитетом. Невозможно понимать и чувствовать, что нужно жителям района того или иного. Сидя в своем кабинете, никак не получится контакта. И настоящего ощущения реальности жизни. Если нету результатов, должна быть ротация. Или переезжаешь на другое место работы. Ну или найди себе другую работу, если ты считаешь нужным. Но результат вы не положите. Вы создаете эту систему ротации в крае. Когда по 15 лет сидят и жалобам тем же самым, нерешенным, по 15 лет проблемам. Ну вот тогда такой результат не имеет. Проверка исполнения поручений традиционно проходит каждый месяц. За системой теплоснабжения Сочи вводят муниципальный контроль. Такое решение сегодня одобрили народные избранники на очередной сессии городского собрания. Тему продолжит Елена Всецина. Депутаты городского собрания Сочи внесли изменения в устав города. Они проголосовали за то, чтобы в Сочи был установлен муниципальный контроль за системой теплоснабжения. Другими словами, контроль за реконструкцией старых и строительством новых сетей. Это позволит создавать на курорте надежное и эффективное теплоснабжение. Еще, согласно измененному уставу, муниципалитет может пользоваться услугами независимых экспертов для оценки эффективности работы организации медицины, образования и спорта. Независимая экспертиза теперь будет делать оценку эффективности работы этих учреждений. А, соответственно, через эту оценку и будет даваться оценка деятельности руководителей этих учреждений по оказанию услуг населению. Также сегодня депутаты городского собрания Сочи внесли изменения в бюджет города. Утвердили более 47 миллионов рублей, полученных из края в виде субвенций и субсидий. Из них 30 миллионов рублей пойдет на восстановление дорог после оползня. Вновь депутаты решили поддержать коммунальное предприятие САХ. Спецавтохозяйству выделено 69,5 миллионов рублей. Чтобы не было перебоев с вывозом мусора за пределы города в летний период. Мы практически каждый месяц рассматриваем вопросы, связанные с работой нашего САХа. О том, какие меры принимаются. Сегодня вы увидели реальный ответ о том, что да, то, что делается по тарифу, это, например, будет 80%, а 20% средств все равно не достает. Потому что есть у нас отдыхающие, есть у нас в бросовой действительности мусор, который есть, там на субботниках собирает, еще который, который не заабонирован. И так же, как в любом городе, возьмите бюджеты любого, это уже города Краснодара и так далее, там везде указано на вывоз стихийных куч. То есть там, где он не в тарифе находится. Хорошая новость для молодых семей с этого года насчет действовать соответствующая жилищная муниципальная программа. А это значит, молодые семьи получат долгожданные субсидии на приобретение своих квадратных метров. На Мацесте ждут участников чемпионата мира по футболу. Здесь расположены тренировочные поля, на которых сборная Польши будет готовиться к матчам Мундиале. К приезду гостей приводят в порядок весь микрорайон. Результаты этой работы сегодня проверил глава города. Работы ведутся по плану. На улицах и дорогах наводят чистоту. Там, где это необходимо, ремонтируют проезжую часть и тротуары. Приводят в порядок газоны, а на клумбах высаживают цветы. Специалисты убирают незаконно установленные рекламные щиты. Чистят и русло реки Мацеста. Работы практически завершены. Осталось вывезти мусор. Глава города пообещал повторная проверка на следующей неделе. Часть объектов торговли переедут на новые места. В основном это касается ярмарки выходного дня. От железнодорожного вокзала ее перенесут под эстакаду. Сейчас там готовят новую площадку. Предприниматели и жители микрорайона против переезда ярмарки не возражают. Об этом шла речь во время беседы с Анатолием Пахомовым. В ярмарках, в принципе, сочинцы нуждаются. Поэтому здесь будет постоянно организована ярмарка. Вывод. Те, кто хочет вложиться и остаться здесь, я вот сказал, пожалуйста, оставайтесь. Делайте это хорошо. Планируйте сразу, чтобы была нормальная парковка. Чтобы на проезжей части не стояли машины. Этого не будет. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Что у нас есть такая ярмарка, на которой мы можем себе и фрукты подешевле купить. На новом месте ярмарка будет находиться постоянно. Там создадут всю необходимую инфраструктуру. А предпринимателям сегодня разрешили обустраивать торговые места. Добавлю, что сейчас ведется ремонт и жилых домов микрорайона. На одной из пятиэтажек по улице Чекменева строители меняют кровлю. А еще недавно, по просьбе жильцов, мэрия сделала здесь новую детскую игровую площадку. В Сочи фуру с прицепом накануне занесло на мокрой дороге. Образовалась большая пробка. ЧП произошло вечером 30 мая в районе поселка Лао. Как сообщают кубанские новости, на федеральной трассе в районе Лао водитель грузового автомобиля с полуприцепом не справился с управлением на мокрой дороге. Фуру занесло, она буквально сложилась и перекрыла движение в обе стороны. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль получил незначительные повреждения. Движение на трассе было полностью восстановлено к половине девятого вечера. В Сочи после ДТП на Мамайском перевале на дорогу рассыпался цемент. Авария произошла сегодня днем. По словам очевидцев, грузовик, перевозивший цемент, врезался в попутную фуру МАН. В результате у грузовика оказались полностью повреждены кузов и кабина. На записи видно, что на дорогу выпали мешки с цементом. Как сообщает Кубань-24, в ДТП никто не пострадал. Водителю удалось выбраться из кабины самостоятельно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сочинскому ОМОНу 27 лет. Сегодня на его базе состоялось мероприятие, посвященное годовщине образования мобильного отряда. Там побывала наша съемочная группа. Сегодня для сочинского ОМОНа особенный день. Годовщина образования отряда. Поэтому и построение особое, торжественное. Безупречная подготовка, выдержка, стойкость, мужество, полная самоотдача – все это о бойцах ОМОНа. Они достойно выполняют боевые задачи, ежедневно рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью. Только в этом году мобильный отряд особого назначения принял участие в более чем трех сотнях спецмероприятий, обеспечивая общественную безопасность. 27 лет – это мы уже взрослые, но процесс обучения у нас идет постоянно, потому что это не средняя школа, а получил аттестат и все какие-то навыки. Здесь навыки постоянно должны усовершенствоваться. Поэтому боевая подготовка на первую очередь, так скажем. Отличившимся в службе бойцам спецподразделения в честь 27-й годовщины отряда вручили ведомственные награды, грамоты и очередные звания. Кстати, почетными гостями праздника стали ветераны службы. Они отметили, что традиции, заложенные почти три десятилетия назад, бережно сохраняются нынешним поколением бойцов ОМОН. Ребята прошли здесь огонь и воду. Многие были в горячих точках. Смотрю сейчас на наше подрастающее поколение и, честно говоря, завидую белой завистью. За то, что они сейчас сменили нас и защищают нашу Родину. А за Родину можно все отдать, даже жизнь. После торжественной части сотрудники ОМОН продемонстрировали спецтехнику и вооружение. Гости, в числе которых было и много детей, смогли обследовать БТР и взять в руки настоящее оружие, которое сегодня состоит на вооружении у отряда. Большой интерес вызвали показательные выступления. Сначала зрители оценили технику рукопашного боя. А это бойцы-высотники штурмуют здание. Как говорят ОМОНовцы, важный фактор таких спецопераций – это быстрое и внезапное проникновение в помещение. Бойцы попадают на объект с помощью лестницы специальных спусковых устройств, так как прорыв через дверь не всегда возможен. Гости праздника остались в восторге от слаженной работы высотников. В завершении праздника всех угощали кашей и чаем из полевой кухни. Ну а подкрепившись, бойцы спецподразделения снова вернулись к службе. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и к другим новостям. Будущее регионального радио обсудили в Сочи. На курорте состоялась седьмая ежегодная конференция Российской академии радио. 200 руководителей ведущих радиостанций, в том числе Краснодарского края, обсудили идеи продвижения и совершенствования современного радио. Расскажет Инга Габешия. Сегодня у радио переломный этап развития, отмечают специалисты. Тема цифровизации этой весной всколыхнула радищиков страны. Но пока, как говорят в Роскомнадзоре, о переходе на цифровое вещание говорить рано. Поэтому диалог участники конференции ввели о внедрении подходов, которые бы способствовали повышению аудиторной и коммерческой привлекательности региональных радиостанций. А в условиях растущей конкуренции и сложной экономической ситуации на рекламном рынке это непросто, отмечают в Российской академии радио. И все же радио в регионах работает стабильно. Об этом говорит статистика. Рынок региональной рекламы, он больше, чем рынок централизованной московской рекламы. Конечно, они могут друг друга, могут сами себя окупить. И я знаю, что люди, занимающиеся региональным радиовещанием, в крупных городах, они себя очень неплохо чувствуют. Он растет быстрее, чем московский рынок. Он вырос за прошлый год на 4%, в то время как общий рынок вырос всего на 3%. Обороты набирает и радиовещание в Краснодарском крае. На Кубани работают более 700 СМИ, из них две трети – это теле- и радиокомпании. Презентация одной из волн ФМ прошла в рамках конференции. Это стало одним из основных событий ежегодного мероприятия. Как и по другим направлениям развития СМИ, край очень стабильно и уверенно смотрит в будущее. У нас есть уникальные наработки, которые мы сохраняем. Это две сети единые ФМ-радиовещания. Первое радио и Казак-ФМ, которые для страны уникальны сегодня. И по количеству радиостанций мы только прирастаем, пока отката здесь нет. И по экономическим показателям, по рынку региональному, именно в сегменте радио, достаточно стабильно и уверенно. Специалистов ведущих радиостанций России поприветствовал глава города Сочи, отметив значимость и важность региональных СМИ, благодаря которым горожане всегда в курсе событий. Участие же радиостанций в рекламной кампании города-курорта. Это неоценимый вклад, подчеркивает Анатолий Пахомов. Спасибо вам большое. Нам с вами удалось поменять те мифы, которые были созданы от Сочи, что это самый дорогой курорт. Да нет, город Сочи – город для любого россиянина. Есть у нас предложение по 400 рублей в сутки, есть сейчас и меньше. Зимой мы успешно реализуем программу «Открытый Юг» с октября по май месяц исключительно, ее можно назвать «Оздоровление трудящихся», когда по цене 1300 рублей в сутки с лечением полным, при помощи всех механизмов, при помощи средств массовой информации, при помощи радио, при помощи телевидения и при помощи личного общения мы добиваемся таких результатов. За что огромное спасибо. Радио по-прежнему остается одним из медиа с самым большим охватом аудитории. Сегодня его слушают и в машине, и в телефоне, и в компьютере. Ежедневно радио включает 62% россиян. Поэтому ответы на вызовы времени специалисты ищут постоянно. И, как оказалось, находятся они в том числе и в Сочи, на самой плодотворной индустриальной конференции. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня вспоминали основателя музыкального образования на курорте. Исполнилось 145 лет со дня рождения Ивана Александровича Шмелева. Иван Шмелев – композитор, дирижер, педагог. С 1966 года его имя носит Сочинская музыкальная школа номер один. На курорте Шмелев жил с 1901 года. Преподавал музыку в ряде учебных заведений города. Был регентом хора Собора Святого Архангела Михаила. Руководил различными светскими музыкальными коллективами. В 1910 году создал Сочинское отделение Русского хорового общества. С 1920 года Шмелев полностью посвятил себя педагогической деятельности. Организовал целый ряд детских музыкальных коллективов. В 1921 году в своем доме открыл первую в Сочи музыкальную школу. В годы Великой Отечественной войны устраивал концерты детского хора и оркестра для раненых в госпиталях. Шмелев вместе с супругой вырастил, воспитал 19 детей-сирот и музыкально одаренных детей из отдаленных селений Сочи. Сегодня в городе его имя не раз звучало из уст руководителей учреждений культуры, школьников и просто тех, кто ценит историю родного города сочинцев. Посвятившему всю жизнь музыке Шмелеву музыкальное же приношение. В день его рождения концерт подготовили городские творческие коллективы. Симфоническая музыка композиторов советской эпохи прозвучит в Сочи. Так называется концерт, который пройдет завтра в зале органной и камерной музыки. В программе концерта будет звучать Шостакович, Кабалеевский, Прокофьев. Также зритель сможет услышать концерт Александры Пахмутовой для трубы с оркестром. Солировать будет Владимир Пенялов, лауреат международных конкурсов из Москвы. Ее обширное наследие включает не только песни, всеми горячо любимые, но и несколько произведений для трубы. В середине 20 века Александр Николаевный был сочинен концерт для трубы с оркестром. Он, к сожалению, не так часто исполняется на концертной эстраде, но концерт невероятно красивый. И песенная природа творчества Александра Николаевна прослеживается и там. В целом, на первый месяц лета зал органной и камерной музыки приготовил для своих слушателей массу сюрпризов. Так, например, 15 июня там прозвучит музыка кино, а 29 числа – концерт Рахманинова. Лето – это всегда для нас особое время, потому что и город наполняется отдыхающими, помимо нашей любимой сочинской публики. Поэтому мы постарались сделать афишу максимально разнообразной. Конечно, курортные субботы, площадка нашего двора, фитнес-театр «Зумба», социальные танцы – это все в летний период цветет, как я уже говорила, самым ярким цветом. В Сочи дельфины устроились соревнования с лодкой. Очевидцы сняли эти гонки на видео. Как сообщает сайт «Блокнот», Краснодар, туристы, решившие совершить морскую прогулку на моторной лодке, были удивлены неожиданно появившейся группой дельфинов. Как сообщает автор ролика, дельфины гонялись за лодкой, а затем обогнали ее. При этом млекопитающие постоянно выпрыгивали из воды. Интернет-пользователи в комментариях предположили, что это отвлекающий маневр. Видимо, рядом находились самки с детенышами. Ну и в завершении информация от партнеров программы. Санаторий «Черноморье» приглашает в лечебно-диагностический спортивно-оздоровительный центр. И к вашим услугам – крытые и открытые бассейны и теннисные корты «Спа-зона», собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.